Бодрое утро, дорогие друзья! Сегодня нашу утреннюю гимнастику проведёт инструктор тренажёрного зала, меня Ила Борис, и я ведущая программы «Бодрое утро» Екатерина Пащенко. Итак, Борис, что мы сегодня будем делать? Доброе утро! Наша программа сегодня рассчитана для людей старше 60 лет, или просто называется 60+. Упражнения, которые мы сегодня вам покажем, они очень простые, но они очень необходимы, так как с возрастом количество синавиальной жидкости, которая смазывает суставы, она уменьшается, отчего происходят очень неприятные такие заболевания, как остеохондроз. Ну что, начнём? Да, начнём. Как всегда, наши упражнения всегда начинаются с разминки. Для начала выполняем самые простые упражнения. Делаем вдох и выдох. Вдох. Вдох происходит через нос. Вдох происходит через нос. Выдох через рот. Выдох через рот. 6-8 повторений будет достаточно. Следующее упражнение, которое мы будем выполнять, это вращение кистями. Разводим руки в стороны, сжимаем кулачки и начинаем вращение. Вращение производим вперёд, назад. Вперёд, назад. Таким образом мы разогреваем мышцы рук и суставы. Следующее упражнение. Вращение в активных суставах. Вперёд, назад. Вперёд, назад. 8-10 таких повторений будет достаточно, чтобы вы разогрели активные суставы. Следующее упражнение предназначено для плечевых суставов. Руки переносим в такое положение и начинаем делать вращение. Стараемся как можно больше свести лопатки. И такое же вращение производим вперёд. Что с дыханием? Опять же, дыхание. Когда мы разводим руки назад, грудная клетка расширяется, делаем вдох. Когда грудная клетка сжимается, мы делаем выдох. Можно сделать это вращение поочерёдно. Вперёд, назад. Можно сделать таким вот образом. Достаточно. Стряхнули. Следующее упражнение мы можем сделать уже сидя на стуле. Следующее упражнение у нас будет рассчитано для мышц ног. Для этого приподнимаем ноги и начинаем вращать. Вернее, не вращать, а сгибать и разгибать носочки. Очень простое упражнение, но очень эффективное. Что происходит в этот момент со спиной? Спину необходимо держать ровно? Или можно округлиться? Обязательно. Спину держать ровно в любом состоянии. Вот. И опять же делаем вдох, выдох. Вдох, выдох. Достаточно. Достаточно будет 8-10 повторений. Следующее упражнение рассчитано для мышц передней поверхности бедра. Или, как называется, так называемый квадрицепс. Мы начинаем поднимать одну ножку и опускать. Поднимаем и опускаем ногу. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Этих упражнений можно сделать больше. 12-15 повторений на каждую ногу. Следующее упражнение рассчитано также для мышц бедра, но более сложное. Изводится это вот таким вот образом. Подняли ножку, опустили. Подняли, опустили. Здесь еще включаются мышцы пресса. Также не забываем о дыхании. То есть вдох, выдох. Вдох, выдох. Достаточно. Теперь постараемся выполнить ряд упражнений для мышц позвоночника и шеи. Они также будут очень простые, но, как говорят дети, очень забавные. Значит, есть такое упражнение для растягивания задней поверхности шеи. Называется «Да». Да. 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 Продолжаем, Катя. То есть мы кинуем, да? Да, выгибаем и немножечко растягиваем. Все движения делаем очень плавно, верно? Очень плавно, да. Никаких резких движений. 8-12 повторений будет достаточно. Следующее упражнение – нет. 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 Также вращаем очень плавно. Никаких резких движений. Если вы чувствуете, что в каком-то положении у вас получается дискомфортное состояние, останавливаемся и уменьшаем амплитуду. Также 8-12 повторений. То есть все делаем по самочувствию. Очень внимательно следим. Очень внимательно следим. За состоянием. Да. Следующее упражнение будет, как дети говорят, ай-яй-яй. Стараемся коснуться плеча. Спина остается также ровной. Спина остается ровной на выдохе. Вдох. Вдох. Вернулись в исходное положение. Выдох. Вдох. Достаточно. Следующее упражнение называется «Журавль пьет воду». Делается следующим образом. Подбородок вытягивается вперед, спинка немножко наклоняется. И делаем такое движение, как бы захватываем воду и проглатываем в это время слюнку, которую захватили, как бы. Таким образом, подтянули. Таким образом, мы уже приходим от шейного отдела к грудному отделу позвоночника. Можно сделать немножечко усложнее в это упражнении. То есть взять воду как будто сбоку немножечко и подтянуть. Таким образом, уже включаются дополнительные мышцы, которые подтягивают наш позвоночник в исходное состояние. Достаточно. Следующее упражнение, которое у нас для грудного отдела будет, это очень тоже простое, но очень эффективное движение – сведение лопаток. Я покажу его таким образом, сев на стул. Делаем вдох, сводим как можно больше лопатки и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Что в этот момент происходит с поясницей? Необходимо ли прогибаться? Стараться не прогибаться, но лопатки свести максимально вперед на вдохе и на выдохе расслабить мышцы. Мы сегодня провели с вами небольшой комплекс для развития верхнего плечевого пояса, позвоночника, мышц пресса, мышц ног. Желательно выполнять эти упражнения через день. Достаточно выполнять эти упражнения в течение 30 минут. Борис, спасибо за нашу утреннюю гимнастику. Друзья, а вам отличного дня! Редактор субтитров А.Семкин